Знаменитости, которым совсем не идет образ роковой брюнетки, автор 29-10. 2019. Почти каждая светловолосая женщина однажды приходит к осознанию, что ей хочется стать роковой брюнеткой, однако далеко не я. Все из них в результате рады преображению. Итак, какие звезды получили шквал критики, решившись на радикальный эксперимент? Апостров закрывающая круглая скобка, точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Валерия одна из известнейших блондинок российской эстрады, Валерия некоторое время назад решила поэкспериментировать представ перед публикой с темным цветом волос. Бесспорно, это преображение получилось очень неожиданным, вызвав немало вопросов у подписчиков. После длительных обсуждений, большинство поклонников звезды пришли к выводу, что к ее нежному образу совершенно не подходит черный цвет волос. Кроме того, многие заключили, что, будучи в образе брюнетки, Валерия выглядит старше обычного. Похоже, звезда решила прислушаться к мнению подписчиков и все же вернулась к светлым оттенкам. Анна Седокова за период своей певческой карьеры Анна Седокова радовала публику интересными экспериментами, ее видели и русой, и рыжей. И блондинкой, и брюнеткой. Знаменитость в разных образах выглядела эффектно, однако поклонники убеждены, что черный цвет волос не для нее. Когда Анна решила стать роковой брюнеткой, многие фанаты принялись писать ей, что этот образ крайне неудачный. Комментаторы советовали Седоковой вернуться к светлым волосам, и она их послушала. Долгое время она придерживалась этого имиджа, но в итоге решила вновь вернуться к рыжим волосам, вспомнив период, когда она только появилась в коллективе «Иагра». Полина Гагарина 2015 года ознаменовался для Полины радикальными переменами в образе, она нарастила пряди, став жгучей брюнеткой. Такого решения, похоже, никто не ожидал от артистки. Когда Гагарина опубликовала на своей странице в Инстаграм результат этих перемен, многие комментаторы поспешили выразить свое негодование. Не придя в бурный восторг от новоявленной брюнетки, поклонники принялись уговаривать ее вернуться к блонду. Впрочем, многие вспомнили, что впервые Полина появилась на отечественной эстраде, будучи темноволосой. Впрочем, тогда Гагарина была немного полнее, и в целом образ брюнетки выглядел гармоничнее. Апостров, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Вера Брежнева, Вера Брежнева, натуральная блондинка и свою первую известность получила как беленькая из Виагры. Впрочем, как оказалось, эксперименты ей не чужды, и она готова к радикальным переменам в образе. Поклонники сумели убедиться в этом в 2017 году на Big Love Show. Безусловно, для коллег и фанатов певицы такие перемены оказались полной неожиданностью. Многие подписчики принялись описать Вере, что ей лучше со светлыми волосами, и она поспешила успокоить всех неравнодушных. В этот вечер на ней и был парик. Похоже, увидев реакцию публики, Брежнева сделала для себя выводы и в итоге решила так радикально не экспериментировать с цветом волос. Ксения Бородина Ксения Бородина предпочитает делать окрашивание волос омбре, а в последние месяцы и вовсе утверждает, что давно перестала краситься, решив в итоге остановиться на своем натуральном русом цвете волос. И, тем не менее, многие поклонники бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2» помнят, как однажды она решилась на неожиданное преображение. В 2017 году Бородина приняла участие в очередной фотосессии, на которой ей пришлось примерить на себя образ роковой брюнетки. Снимок черноволосой Ксения появилась в сети, кардинально разделив мнение поклонников. Одни из них утверждали, что знаменитость выглядит роскошно с новой прической и цветом волос, а другие, наоборот, принялись утверждать, что ей не идут такие метаморфозы. Бородина, в свойственной ей манере, возмущенно ответила подписчикам, что их советы ей не нужны и дала понять, что это всего лишь образ для фотосессии. Вы здесь в блоге Блог про звезд. Субтитры создавал DimaTorzok